Здравствуйте! Это наш Новосибирск, программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Как уже изменилась территория в районе будущих ледовой арены и станции метро? Как отремонтировать подъезд по всем правилам? И какие аттракционы достраивают на новой экстрим-площадке в Бугринской роще? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Размер коммунальных платежей вырастет в Новосибирске с 1 июля. Новые расценки опубликовал Департамент энергетики ЖКХ. Заметнее всего подорожает отопление. Рост составит почти 6%. За кубометр горячей воды будем платить на 6 рублей больше. Холодная вода и водоотведение подорожают незначительно – менее чем на 1 рубль. Тариф на электроэнергию вырастет на 4,5%. Кроме того, чуть дороже будет обходиться газоснабжение. Неизменным останется только тариф на вывоз мусора. Как и прежде, эта услуга будет стоить 59 рублей 88 копеек на человека. Под Октябрьским мостом прорыли тоннель, по которому в скором времени можно будет пройти к станции спортивной и к ледовой арене. Работы уникальны для Новосибирска, ведь все то время, пока делали проход сквозь дамбу, движение по переправе не останавливали ни на минуту. А пока строили, поняли – этот тоннель станет еще и символичной связкой между Ленинским и Кировским районами. Как еще изменится визитная карточка левого берега в ближайшие месяцы – об этом в нашем материале. Этот тоннель пока закрыт для пешеходов, но рабочие дамбу Октябрьского моста уже проходят насквозь. Под толщей грунта – стальной скелет. На его сооружение потребовалось более 60 тонн металла. Скоро промежутки между этими ребрами заполнят бетоном и приступят к чистовой отделке. На это уйдет еще месяц. Работы выполнялись практически круглосуточно, в сложных условиях, потому что постоянное движение по коммунальному мосту – это постоянные машины, динамические нагрузки. Ребята, которые работали с поставленной задачей, справились. То есть проходка завершена. Этот пешеходный переход сократит путь к стадиону и новой станции метро. Например, жителям Стартовой не придется делать крюк через развязку на площади Лыщинского. К тому же переход получился весьма символичным. С одной его стороны Кировский район, с другой уже Ленинский. Это символическая граница. Ленинский-Кировский был и единый район, если уходить в историю. Он был и есть. Мы дружим. Я что хочу сказать. Мы с нетерпением все жители, особенно Горского и Стартовой, ждут открытия метро, наше метро будет, и сразу безопасный переход к своим домам. Подрядчики не отстают от графика и даже стараются идти на опережение. Павильон спортивный уже достроили до уровня платформы. Еще немного и над эстакадой появится кровля. Полностью станция метро и прилегающая территория будут готовы через два года. А до конца 2020-го начнут монтировать оборудование. Самая сложная часть – подъемники. Основная часть оборудования, конечно, это связано с эскалаторами. Особенно эскалаторы на большую высоту, угол наклона. Такая серьезная очень работа и наиболее дорогостоящая, если скажем, и всей себестоимости строительства станции спортивной. Рядом сооружают стены ледовой арены, строят дороги и подземные коммуникации. Сеть ливневой канализации уже проложили. Осталось сделать систему для фильтрации стоков. Продолжат и реконструкцию площади Лыщинского. Вопрос о сооружении там надземного перехода до сих пор открыт. У нас количество граждан примерно 50 на 50. Кто-то считает, что он будет крайне необходим, кто-то считает, что он будет уродовать площадь. Ну, сейчас специалисты, архитекторы, экономисты считают целесообразность этого сооружения. Будет освещение новое, будет ливневка, будут все современные инженерные системы организации дорожного движения, светофоры, знаки, разметка. То есть все должно быть красиво и удобно. Но для начала в районе площади перенесут теплотрассы. Эту работу завершат в нынешнем году. В Новосибирске в этом сезоне уже благоустроили 77 дворов. А всего в городской программе этого года больше 200 территорий. Подрядчики в основном асфальтируют проезды, обустраивают парковочные карманы, тротуары и дорожки. Но местами приходится выполнять более сложные работы. Например, делать ливневки и ремонтировать лестницы во дворах. Это также можно сделать бесплатно для собственников за счет бюджета. Сегодня благоустройство продолжается в 80 городских дворах. То есть осталось сделать чуть больше половины из планов этого года. Если такой темп сохранится, все дворы приведут в порядок раньше срока. А вот как привести в порядок подъезд, который давно требует ремонта? Бюджетных программ для этого нет. За счет капремонта тоже не получится. У жильцов выход только один. Копить на обновление подъезда самостоятельно. Или есть способы сэкономить? А если решили сделать ремонт, как подготовиться и провести по всем правилам? Эти вопросы мы переадресовали руководителю общественной организации «Школа грамотного потребителя» Светлане Мироновой. Светлане Мироновой. Соответственно, обязанность ремонтировать она есть у управляющей компании. Но 491 постановление правительства Российской Федерации говорит о том, что собственники должны принять решение о том, что будет ремонт. Они обязаны определить источник финансирования, то есть это либо их средства, либо заемные средства, либо они будут с аренды делать и определить виды работы. Тогда у управляющей компании возникает обязанность. У нас тоже есть шква вопросов в данном случае в связи с тем, что вышло решение суда и его немножко растрактовали неправильно. Кто-то взял и выложил голую ссылку о том, что управляющую компанию обязали сделать ремонт. Когда мы получили решение суда полностью, начали его читать, то в этом решении написано, что управляющая компания обязана, да, действительно обязана, заштукатурить метр вывалившейся штукатурки. То есть это уже не текущий ремонт. Есть еще ряд домов, которые на сегодняшний день принимают текущий ремонт как накопительные средства. Вот, соответственно, они могут говорить о текущем ремонте раз в пять лет, если данная сумма достаточная. Более того, такие обязанности можно поручить Совету многоквартирного дома, чтобы не собирать общее собрание. И Совет многоквартирного дома будет раз в пять лет определять, что данный ремонт работ будет произведен, вот денежные средства, да, и в каком объеме, в каком виде. А строчка текущий ремонт обязательна или ее можно вычеркнуть из затрат? 290, который регламентирует минимальный перечень работ в услуг. Такой строчки там нет. Собственник волен сам выбирать, нужно ему или нет. Эту строчку я бы рекомендовала сделать вообще обязательной. В связи с тем, что у нас есть виды работ, которые делать необходимо постоянно в виде текущего ремонта. Есть такое заблуждение, что в рамках капитального ремонта обязаны еще отремонтировать подъезд. В 70-м приказе, о котором мы с вами только что говорили, да, четко прописано, что ремонт подъездов это текущий ремонт. Соответственно, к капитальному ремонту он не имеет никакого отношения. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим о том, что они делают проводку, они штробят, да, за собой они обязаны замазать штробу и ее побелить там или покрасить в ту тональность, которая у вас есть. Если у вас меняют окошки, то, соответственно, откосы должны быть восстановлены, ну и также побелены. Не более того. А теперь о том, как собирать деньги на ремонт подъезда другими способами. Зачастую люди просто говорят, а давайте соберем деньги, пройдем с кубышкой, да, и сами быстренько все сделаем. Есть ли подводные камни? Есть подводные камни. Ко мне очень часто приходят такие обращения. Особенно, когда вот мы решили, собрали, да, вот эту кубышку, а две квартиры против. Вот как нам их понудить? Никак. То есть закон это запрещает. Более того, если она напишет в прокуратуру о том, что вы ее пытаетесь понудить, то у вас будет еще и вымогательство. То есть вот это вообще делать нельзя. Здесь получается так. Вот Вася, Петя за, Коля, Маша против. Ну, значит, против, значит, Вася с Петей добавляют за Колю с Машей. Если мы говорим о законной стороне вопроса, это все-таки с квадратного метра через управляющую организацию, да, может быть, у вас где-то остались денежные средства по текущему содержанию. А ведь можно каким-то образом сэкономить, сократить затраты самих собственников за счет того, что в ремонт подъездов фактически вложатся арендаторы, ну, или, допустим, провайдеры? С ними должен быть заключен договор аренды. Эти денежные средства можно также использовать. Вот на вашем доме конкретно провайдеры платят тысячу рублей в месяц, каждый провайдер. Я вам скажу, что есть дом, тоже на улице Котовского, там провайдер платит полторы тысячи в месяц. Но есть дома, где провайдеры, да, платят 300 рублей в месяц. У нас еще могут быть денежные средства, оставшиеся с коммунальной услуги. У нас же никто об этом не говорит. Когда мы поставили приборы учета, приборы учета признаны просто учитывать ресурс. Но когда вы провели мероприятие по энергоэффективности, денежные средства у вас после этого остаются на доме. Причем они остаются с перерасчетом каждый год. Если, например, зима теплее, либо зима такая же, либо вы провели еще что-то, либо у вас появилось энергосбережение по электроэнергии. И, соответственно, данные денежные средства можно использовать. Вы ремонтировали подъезды. Вот какой расклад был у вас? Сколько платили? Кто платил? Ну, у нас действительно мы ремонтировали подъезды. Мы платили очень долго текущий ремонт. Мы реально собирали его. То есть строчка текущий ремонт по 2 рубля с квадратного метра у нас существует, наверное, лет 10. То есть мы с этого делали много что, не только ремонт подъезда. А помимо этого у нас туда падают денежные средства, оставшиеся по текущему содержанию. Они нас всегда туда. Потом по использованию общего имущества, аренда, она туда же падает. При этом, когда мы делали, ну, например, возврат коммунальных платежей, да, в связи с тем, что пошла экономия, мы старались сделать так, чтобы корректировка прошла в одном месяце. И тогда люди, не почувствовав на своем кармане, они просто за коммунальную услугу заплатили меньше, за текущую услугу заплатили больше. И в результате денежные средства в кармане потрачены те же самые. Понимаете? Поэтому это все вроде как собиралось. И мы сделали довольно хороший текущий ремонт, да, причем окна мы меняли сами в текущем ремонте, а не за счет капитального ремонта. Поэтому, ну, фундаментально делали, и ремонт у нас довольно дорогостоящий. У нас получилось больше миллиона. Миллион триста мы отдали. Это за подъезд? За подъезд, да. За один? Нет, за четыре. А, за четыре. Да, мы старались сделать так, чтобы потом можно было очень долго просто поддерживать. И сейчас, видя такую красоту, видя такой результат, я вам честно скажу, люди бережно относятся. То есть отношение людей к подъезду стало другим. Да уж как человек меняет среду, так и среда меняет человека. Человека, абсолютно верно. Спасибо большое за ваше разъяснение. А я напомню о том, как отремонтировать подъезд по всем правилам и при этом сэкономить. Мы говорили с руководителем общественной организации «Школа грамотного потребителя» Светланой Мироновой. Подрядная организация, которая реконструировала монумент славы, придется исправить обнаруженные дефекты по гарантии. Правда, рабочие будут устранять не только свои ошибки, но и результаты вандализма. Так, имена на остеллах кое-где уже закрасили, обожгли, даже монетки засунули между буквами. Исправлять такое – дело трудоемкое. Чтобы отреставрировать одну букву, приходится снимать весь ряд или целую панель. На скамейках и композициях появились надписи. Перила на пандусах тоже придется чинить. Злоумышленникам за такую порчу грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. Правда, несмотря на систему видеонаблюдения, регулярный пост полиции и тревожные кнопки в парке, вандалов еще ни разу не удалось поймать. Кроме того, местные постаменты и лестницы подростки используют как площадку для экстрим-парка. К слову, на общественных слушаниях по реконструкции монумента многие жители предлагали выделить на краю парка место для роллеров, скейтеров и велосипедистов. Однако тогда большинство высказалось против этой идеи. Административная комиссия материалы получает либо из полиции, либо получает материалы из прокуратуры, либо те протоколы, которые составляют сотрудники администрации Ленинского района. Но протокол за то, что катается человек на велосипеде, мы составить не можем. Но зато можно будет получить острое ощущение без вреда для окружающих на новой экстрим-площадке под названием Джуманджи Парк. Ее сейчас создают в Бугринской роще. Там вовсю сооружают аттракционы, которых в Новосибирске еще не было. Главным центром притяжения, похоже, станет зиплайн. Своеобразная тарзанка, по которой можно будет спуститься с холма на пляж со скоростью более 100 км в час. О том, как это будет работать и когда откроется, в нашем сюжете. Подъем по этой винтовой лестнице сам по себе волнителен. Но по-настоящему острые ощущения будут ждать на краю площадки. Ведь это самая экстремальная тарзанка в Новосибирске. От вершины башни в Бугринской роще прямиком на пляж возле моста всего лишь за 30 секунд. Перепад от верхней точки до уровня реки составит 32 метра. А протяженность этой трассы порядка 220 метров. То есть это будет такое очень экстремальное, очень захватывающее и скоростное путешествие с большим перепадом высот. Вот так выглядит подобный аттракцион. Это зиплайн в Арабских Эмиратах, самый длинный в мире. Его протяженность почти 3 километра. В разы масштабнее, чем будущая новосибирская трасса. Но принцип работы тот же. Крепкие стальные тросы, натянутые параллельно друг к другу. Каждый выдерживает нагрузку до 16 тонн. По ним на специальном устройстве со скоростью 130 км в час спускаются вниз смельчаки. Можно лететь в тандеме, лежа или сидя. Прокатиться с ветерком на тарзанке сможет любой не младше 8 лет. Ограничения по весу тоже есть. От 30 до 150 килограммов. Работать зиплайн будет круглый год. Рядом возведут веревочный парк, 6-метровый прозрачный скалодром и первый в городе сетчатый лабиринт. Сейчас проект вступил во вторую стадию. Мы монтируем металлокаркас веревочного парка. Затем приступим к монтажу металлокаркаса сетчатого лабиринта. После этого будет установлена площадка финиша и натягиваются троса. Соответственно, после этого будет благоустройство всей территории. Джуманджи парк станет площадкой экстремального отдыха в самом сердце Бугринской рощи. Это очередной этап развития территории. В прошлом году здесь заработала пристань, которой теперь причаливают речные теплоходы. Этим летом откроют не только экстремальные аттракционы, но и точки общепита. Наша задача, наоборот, как муниципалитета, предоставить различные возможности людям, в том числе и Бугринской рощи. Кто-то хочет просто погулять, можно погуляться по лесу, который также представлен хорошо. Кто-то хочет полежать на пляже летом, можно будет полежать на пляже, потому что пляжи уже тоже готовы, ждут новосибирцев. Но, опять же, к сожалению, еще пока все закрыты. Кто-то хочет подкататься на таких экстремальных аттракционах, тоже, пожалуйста, приходите. Полностью достроить Джумаджи парк планируют к середине июля, а вот дата открытия пока под вопросом. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки и решений региональных властей. И это все новости на сегодня. Предлагайте свои темы, выпуски программы, смотрите также на наших официальных интернет-каналах и слушайте на радио «Городская волна». До встречи ровно через неделю в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова